Здравствуйте! Тема дня. На Первом Крымском традиционно обсуждаем наиболее важные и актуальные на сегодня вопросы. У нас в студии Вадим Волченко, руководитель регионального подразделения Международного информационного агентства «Россия сегодня». Здравствуйте, Вадим Александрович! Здравствуйте! Итак, совсем недавно в райдийном полку крымского медиапространства прибыло. Какие цели ставите перед собой и своими подчиненными? Ну, наверное, надо чуть-чуть расшифровать, да? То есть, с 1 августа этого года в Крыму начало в полном объеме 24 часа в сутки вещать федеральное средство массовой информации радиостанции «Голос России». Недавно прошел ребрендинг, и на сегодняшний день эта радиостанция называется «Россия сегодня». Так же, как и называется Международное информационное агентство «Россия сегодня», собственно говоря. Ну, а цель у нас основная, да? То есть, донесение информации до крымчан в связи со сложностями переходного периода. Потребность такой информации не исчезает, а, по-моему, даже увеличивается. Вопросов, вы сами знаете, огромное количество. Прежде всего, конечно, правовые, финансовые. Ну, целый ряд моментов. И в этом мы стараемся помочь жителям Крыма и видим свою цель. Но, кроме того, есть и другая задача. Это донесение информации о Крыме до российских слушателей, зрителей и до всего мира. Потому что Международное информационное агентство «Россия сегодня» — это крупнейшее государственное средство массовой информации, крупнейший государственный медийный холдинг, в который входит целая линейка СМИ. Флагманский ресурс — это «Ария новости». Это лидер в интернете среди российских информагентств. То есть, более 4 миллионов посещений в день — это абсолютный рекорд на данный момент, по крайней мере. Это телеканал «Раша Тодей». Это недавно запущенный продукт «Спутник», который является мультимедийным продуктом, включающий в себя интернет-ресурс и радиостанцию, предназначенную для вещания за пределами Российской Федерации. И, собственно говоря, «Россия сегодня» — это радиостанция, которая вещает внутри России, в Крыму непосредственно. На крымском медиапространстве это представлено новой радиостанцией. Но еще недавно мы слушали «Голос России в Крыму», а теперь это «Россия сегодня». Вы сказали, что ребрендинг произошел. А в чем необходимость была? Там целый ряд вопросов, на самом деле, технологических прежде всего. 10 ноября было презентовано новое средство массовой информации «Спутник». Повторюсь, что это радио, причем радио с 130 городами звучания, то есть в 130 городах мира оно звучит. Это 30 языков вещания. Это отдельная редакция в крупнейших странах, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Германии и так далее. Где, собственно говоря, России и важно доносить свою информационную мысль, информационную доктрину. И для Крымского федерального округа было зарегистрировано средство массовой информации «Россия сегодня». И непосредственно здесь вещает комбинация из программ, которые создаются в Крымской редакции «Россия сегодня», и некоторых эфирных продуктов, которые создаются Федеральной информационной службой, спутником, собственно говоря. — Вадим Александрович, наполняемость эфира, чем планируете привлекать, развлекать и удивлять крымских радиослушателей? — Во-первых, это первая разговорная станция в Крыму, в принципе. То есть когда-то была радиоэра украинская, но она была очень с определенным националистическим уклоном, и украинское вещание в Крыму никогда не имело рейтингов. Поэтому сложно сказать, было ли вообще разговорное радио в Крыму в FM-диапазоне, по крайней мере. То есть это незадействованный пласт аудитории до сих пор, аудитория активной, аудитория, которая интересуется информацией, аудитория, которая занята делом. Безусловно, эту информацию затребуют. Это информация и от органов власти, это информация от органов власти как местных, так и федеральных, это законодательная база, это популярная информация, ну, все, что дает ныне информационное поле Российской Федерации, которое, безусловно, очень широкое. — Ну и к тому же непосредственно на крымских радиоволнах, это известные у нас московская звезда Армен Гаспарян и Борис Левин на полуострове. — Крымская звезда. — Все они, да, в этом случае крымская, все они у нас известные, я думаю, сильно будут слушать. Но только ли радио будет представлено Международным информагентством «Россия сегодня» у нас в Крыму? — Безусловно, нет. В структуру Международного информационного агентства «Россия сегодня» входит сеть мультимедийных медиа-центров, так называемых. Они расположены в основных столицах мира. В Москве самый крупный состоит из семи залов и предназначен для одновременного проведения мультимедийных пресс-конференций. То есть, например, спикер по крымской теме может находиться в Москве в зале, и там будут находиться российские журналисты, московские. А журналисты крымские будут находиться в нашем зале здесь. И кроме того, мы сможем подключить комментаторов из Вашингтона, из Лондона, из Берлина и еще откуда нам будет необходимо в тот момент там, где есть подобные мультимедийные центры. То есть такой центр, оснащенный по самому последнему слову техники, будет создан в Крыму. Ну и кроме того, безусловно, будет развиваться интернет-ресурс. На данный момент это вкладка на флагманском сайте РИА Новости, которая называется «Крым сегодня». В ближайшее время он будет трансформирован, а затем переведен в отдельный информационный ресурс. Вот это ближайшие планы. И вот переходя к темам более сложным в мировом масштабе, ни для кого не секрет, что идет информационная война между западными средствами массовой информации и российскими. Как оцениваете ситуацию на поле боя? Безусловно, крымчане, наверное, стали объектом этой войны и участниками ее. И в течение уже более чем года мы в этой войне участвуем, вольно или невольно. Оценивать, кто в ней побеждает, думаю, очень сложно. Вообще, возможно ли в ней победители? Есть две составляющие. Есть внутрироссийская составляющая этой войны и внероссийская. Если говорить о внутрироссийской, то, безусловно, мы превалируем и побеждаем, хотя здесь многое нужно объяснять и дорабатывать. Если говорить о внешней информационной политике, то, безусловно, у нас достаточно сильные конкуренты. То есть это крупнейшие державы, которые много лет наращивали мускулы в этом отношении. И роль России сегодня, в том числе в донесении правдивой информации, так называемого второго мнения, второй точки зрения, которая для думающих людей по всему миру тоже необходима. Для того, чтобы сравнить то, что, будем говорить откровенно, проамериканской пропагандой, пропагандируется, извините за тавтологию, и то, что является правдой. Человек должен сравнить две точки зрения и выбрать, которые ему ближе. Предоставить слушателю, зрителю, анализировать ситуацию. Вадим Анатольевич, но крымским СМИ тоже довелось поучаствовать в самой гуще этих событий. Это события на Майдане, это и мартовские, и февральские события у нас на полуострове. Справились ли крымские СМИ со своей функцией? Саша, я даже знаю то, что вам довелось поучаствовать, причем довелось заходить непосредственно за кордоны Беркута, когда это происходило. Я тоже принимал в этом участие, если помните, и помогал проходить туда. Конечно, выдержали, конечно, выдержали с честью. Конечно, испытаний было огромное количество. Знаете, вот вспоминая этот год, вспомните его тоже, но, наверное, такого длинного, такого сложного года, я в своей жизни не припомню, и думаю, многие крымчане не припомнят. И значительная роль в том, что в марте месяце исторический выбор Крымом сделан был быстро, эффективно, бескровно, есть, конечно, в этом и средства массовой информации. Мы все прилагали массу усилий к этому. Александр, у нас время подходит к концу, но буквально коротко последний вопрос. Как оцениваете сегодняшнее информационное пространство на полуострой? Знаете, вот как рекламы не бывает много, так и информации много не бывает. Важно, чтобы был выбор, важно, чтобы информация была достоверной и своевременной, и, безусловно, крымскому информационному пространству еще есть куда расти, и мы будем стараться ему в этом помочь. Благодарю, Вадим Александрович. Вам, в свою очередь, желаю успехов и развития вашего регионального подразделения. У нас на этом все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с первым крымским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова